Сегодня мы поговорим о законе Архимеда, одном из самых первых физических законов, установленных больше двух тысяч лет тому назад. Для начала проделаем простой опыт. Возьмем груз и опустим его целиком под воду. Похоже, что груз потерял часть своего веса и стал немножко легче. Чтобы убедиться в этом, подвесим груз на динамометр. Сейчас шкала динамометра растянута полностью, и он показывает 5 ньютонов. Опустим груз под воду, и показания динамометра уменьшились до 2 ньютонов. Груз потерял больше половины своего веса. В этом фильме мы разберемся, за счет чего это происходит, и чем определяется потеря веса для данного тела. Гений Архимеда состоял в том, что он не стал перебирать разные грузы, а сказал себе, я точно знаю, как будет вести себя один особый водяной груз, вода, заключенная в невесомую жесткую оболочку. Такой груз будет терять в воде весь свой вес, потому что вода висит в воде, не опускаясь и не поднимаясь. И действительно, возьмем легкую баночку, наполненную подкрашенной водой. В воздухе она весит 2 ньютона. И практически весь ее вес составляет вода. А теперь опустим баночку под воду. И она потеряла практически весь свой вес. А что будет, если воду в этой баночке заменить песком? Наружная вода в аквариуме ничего не узнает об этой подмене. Ведь форма баночки и ее объем остались прежними. Значит, можно ожидать, что потеря в весе будет ровно такая же, как для баночки, заполненной водой. 2 ньютона. Давайте проверим это на опыте. Сейчас баночка весит 3 ньютона. Погрузим ее под воду. И баночка весит 1 ньютон. Баночка потеряла в весе 2 ньютона, как мы и предполагали. Это и есть знаменитый закон Архимеда. Тело, погруженное в воду, теряет в весе столько, сколько весит вода в объеме этого тела. Но за счет чего происходит эта потеря веса? Когда мы погружаем тело в воду, на него со всех сторон начинают действовать силы гидростатического давления. Сверху давление меньше всего, затем оно постепенно растет с глубиной, и снизу давление самое большое. Поэтому результирующая сил давления, которая называется также силой Архимеда, направлена вверх. Именно она приводит к уменьшению веса тела. А теперь мы с помощью закона Архимеда найдем плотность латуни, из которой сделаны эти грузы, не измеряя их объема. Грузы подвешены к датчику силы, который показывает их вес 4,9 ньютона. Добавим в аквариум воды так, чтобы грузы полностью ушли под воду. Теперь датчик показывает 4,3 ньютона. Значит вес грузов уменьшился на 0,6 ньютона. По закону Архимеда, столько весит вода в объеме этих грузов. Вес грузов 4,9 ньютона примерно в 8 раз больше веса воды 0,6 ньютона в том же объеме. Значит и плотность латуни примерно в 8 раз больше плотности воды. Именно таким образом решил Архимед задачу, поставленную перед ним царем Гейроном. Выяснить, сделал ли мастер корону из чистого золота или подмешал в него серебро. Взвесим корону в воздухе, а потом погрузим ее в воду. Взвесим еще раз и найдем потерю веса. Плотность золота в 19 раз больше плотности воды. Поэтому если корона из чистого золота, то она потеряет при повторном взвешивании одну девятнадцатую своего веса. А если к золоту подмешано серебро, то плотность сплава будет меньше, а потеря веса больше. А сейчас я хочу вам задать такой вопрос. Вот на весах стоит кружка с водой. И сейчас показания весов составляют 1 килограмм. Я опускаю в кружку руку, и показания весов увеличились. Но я ведь не касаюсь ни стенок, ни дна кружки. Как же это можно объяснить? Давайте обсудим этот вопрос в комментариях к нашему ролику на ютубе. А чтобы иметь такую возможность, регистрируйтесь и подписывайтесь на наш канал. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!